В региональном отделении Союза женщин России более полутора тысяч представительниц. Они помогают обществу и меняют его в самых разных направлениях – медицина, культура, экономика, госуправления. Львиная доля – активисток, предприниматели. Елена Вялох – руководитель компании «Экотранс». Она занимается утилизацией отходов, а также ведет проект «Экологическое просвещение» для школ и вузов города. У нас меняются не только дети, у нас меняются родители, у нас меняются преподаватели, у нас меняются школы. Школы теперь говорят о субботниках, что это не просто отчитаться, что сегодня мы собрали килограмм, завтра мы собрали 10 тонн, потом мы собрали тонну, а сейчас мы стремимся к тому, чтобы не собирать, потому что сознание меняется, и в школах просто не появляется мусора, потому что есть раздельный сбор, есть акции, куда можно сдать вторичные материальные ресурсы, а уже не отходы. Надежда Прибулова была первым председателем организации в нашем регионе. Отмечает, за эти годы ярких и смелых женщин стало больше. Ведь в этом месте они не соперницы, а добрые подруги, способные вдохновить и поддержать друг друга. Появился прежде всего музей рушников, музей вышивки, музей народного творчества. Женщины с удовольствием выставляют свои картины, свои вышивки, свою очень хорошо сшитую одежду и прочее. Союз женщин занимается просвещением и поддержкой молодежи, организацией гражданских форумов, наставничеством для студентов. Большое внимание уделяют и поддержке бойцов в зоне СВО. Начиная с 24 февраля во всех приграничных районах наши женщины-активистки готовили обеды. Потом пришла пора теплого белья, носков, одежды и так далее. Потом пришла пора поддержки медикаментами. А теперь пришла пора поддержки более сложными и дорогостоящими вещами. Только за этот год в Союз женщин вступили более 350 представительниц прекрасного пола. Диана Горяйнова, Сергей Малеев. События дня.